Здравствуйте! Ну, в последнее время, судя по комментариям, вы часто просите меня, чтобы я приглашал в эфир гостей. Эта рубрика, как я понял, вам понравилась, и выполняю вашу просьбу. И наш сегодняшний гость будет достаточно такой необычный. Мы будем говорить не о политике, мы будем говорить об армянстве. Более того, мы будем говорить об армянской генетике у соседних народов и многом интересном. Кстати говоря, вчера я с этим гостем уже разговаривал, мне было очень интересно, тем было очень много обсудить. Но, к сожалению, я его предупредил, что эфирное время у нас короткое, час. Вот за час мы должны управиться, а если не управимся, то нас ждет, естественно, и вторая серия. Тигран Авакян – наш сегодняшний гость. Он руководитель проекта «Армянское наследие Европы», доктор политических наук. Кстати говоря, вы, наверное, видели один из его проектов. Мне очень понравился фильм, где он тоже принимал участие в создании этой картины об армянах Западной Украины, об армянах Польши. И вот когда вы меня спрашиваете, почему вы не снимаете об армянах Украины и Польши, я всегда ссылаюсь на его фильм, который он снял несколько лет назад с небезызвестным Арсеном Аваковым. Ну что ж, Тигран Авакян, прошу любить и жаловать, ему слово. Еще раз добрый день, Тигран. Ну, вчера мы с тобой говорили о том, что есть западноармянский язык, есть восточноармянский язык. Как бы два армянских языка, ну, это аксиомы, все об этом знают. Но с удивлением я вчера от тебя узнал, что есть еще и третий армянский язык. Это язык трансильванских армян. Хочу сразу предупредить зрителей, потому что наверняка они сейчас фоном слышат еще какой-то язык. Это не язык трансильванских армян, это другой язык. Просто тут недалеко разговаривают, не по-русски, чтобы не думали, что это язык трансильванских армян. Так вот, что за язык такой трансильванских армян, то такие трансильванские армяне, где они живут, кто на нем говорит? Приветствую, Вадим. Да, в действительности нам известны два современных литературных армянских языка с литературными формами восточноармянский и западноармянский язык. Но есть еще не диалект, которых более 80 в армянском языке, а именно литературный язык, это трансильванско-армянский язык, на котором говорили столетия армяне и Трансильвании. Трансильвания – это область в центральной и западной Румынии, которая и сейчас занимает большую часть территории Румынии, около 60%. Это одна из крупнейших историко-географических... Это вот город Герла, вот эти вот места. Да, город Герла, который назывался Армянополис, который основали армяне и многие другие города и сельские поселения, и замки, которые основывали армянские войны, армянские купцы и армяне, которые массово переселялись на территорию Трансильвании. Что же вызывало подобные переселения? Безусловно, что подобные переселения вызывали нашествие турков-сельджуков, арабов, монголов на территорию Армянского Нагоря. В том числе это большое переселение армян с территории Крыма, где армяне составляли до 15 века фактически две трети населения. Юго-восточная часть Крыма называлась Армения-Моритима, морская Армения, и значимость морской Армении была настолько высока, что Ватикан приглашал армян принимать участие в соборах. Дело в том, что город Феодосия, Кафа, более чем на две трети был населен армянами и являлся Нью-Йорком того времени. Из почти 80 тысяч населения армяне составляли 70%. Около пятой части составляли греки, и оставшиеся 10% были представлены итальянцами и другими народами. Даже не армянск, а Феодосия. Да, это Феодосия. Там и до сих пор находится один из крупнейших армянских исторических монастырей Сурбхач, восстановление которого благодаря армянской общине Украины происходило в 2007-2008-2009 годах. Он был восстановлен, и над городом на горе находится разваленный знаменитой армянской крепости Казарат, где армянские князья содержали отряды воинов и армянской рыцарской конницы, которые до 1475 года защищали южное и восточное побережья Крыма от нашествия кочевников. После взятия Кафы турецкой армии, армяне-войны с боями пробились на территорию современного Запорожья, о чем есть множество свидетельств в венецианских и генеоэзских хрониках. К сожалению, эти хроники до сих пор не полностью изучены, но из списков информации, которая нам доступна, мы можем увидеть, что впервые упоминание термина «казак» встречается именно в этих хрониках и касается исключительно армянских воинов, которые защищали итальянские и греческие колонии и мегаполисы на территории восточной части Черного моря и на южном побережье Крыма. Так они какое имеют отношение к трансирландским армянам? Отношения они имеют прямое, потому что после взятия Кафы османской армии, именно армяне юго-восточной части Крыма переселялись на территорию Трансильвании. Туда же переселялись армяне из Молдовы, где армяне имели присутствие с X, XI, XII веков, туда же переселялись армяне из других регионов Европы. Они католики, да? Они стали католиками в процессе проживания в Трансильвании. И на данный момент мы можем говорить, что более чем 60 тысяч жителей Трансильвании являются потомками армянского населения Трансильвании. На Трансильване армянском языке говорят не более 80 человек, в основном это ученые и лица пожилого происхождения. Они живут как в Трансильвании, так и в Бухаресте, где изучается армянское наследие. Это ученые, и также это армяне, которые живут в Трансильвании. А вот язык, вы же слушали язык Трансильвании? Да, конечно. Он как-то похож на восточно-армянский или западно-армянский? Нет, он не похож ни на восточно-ни на западно-армянский, но он обладает скорее больше чертами западно-армянского языка, при этом имеет свои уникальные черты. То, что он считается языком, лингвистикой как наукой, делает важным именно тот факт для нас понимания, что у нас три современных литературных языка. И несмотря на то, что кроме нескольких десятков людей в Герле, бывшем Армянополисе, центром Трансильвании, который был основан армянами, никто не говорит, но этот язык представлен в большом количестве исторических документов, в большом количестве книг. То есть он в текстах? Конечно, он в текстах и представлен очень на высоком и серьезном уровне. Несмотря на то, что в Трансильвании проживает более 60 тысяч армян католического вероисповедания, Рима-католиков, которые являются числом приблизительно 60 тысяч, и можно говорить в определенной мере до бесконечности, потому что это потомки достаточно большого армянского населения, которое ассимилировалось в венгерской среде в основном, так как Трансильвания была более связана с Венгрией до начала 20 века, чем с Румынией. Но там вот эти Януш, Лазар, там вот эти генералы венгерского и армянского происхождения, они все трансильванские армяне? Конечно, конечно. Это в основном трансильванские армяне, это армянское дворянство Трансильвании, которые в том числе приняли большое участие, например, в формировании аргентинской армии, которые переезжали в Южную Америку, которые переезжали в Соединенные Штаты Америки, которые приняли ключевое участие в венгерской революции 1848 года. Это тоже очень важно понимать. И мы должны понимать, что в Венгрии в наиболее старинных венгерских манускриптах описывается, что когда венгерская армия тысячи лет назад впервые перешла Карпаты и попала на, как они называют, обретенную родину, они там уже встретили армянских воинов и армянские поселения, которые еще до этого также с юга поселились на этой территории. Поэтому армяне являются исторически признанным национальным большинством Венгрии. И также и в Румынии армяне пользуются достаточно большим уважением. А откуда вот этот феномен, что многие венгерские националисты этнически армяне? Почему так случилось? Дело в том, что армяне, жившие в Венгрии, осознавали себя венграми зачастую больше, чем какая-либо другая этническая. Ну, как и в России сейчас. Типа этой Маргариты Симонянки, Осаян, которые себя больше идентифицируют, наверное, с русскими, чем сами русские. Да, но армяне в Венгрии не забывали о своем армянском происхождении. В этом разница. В этом разница. И не только не забывали, но и участвовали в деятельности армянских общин. И, в принципе, и браки заключали в значительной степени в среде смешанной. То есть мы можем говорить, что если я проанализировал определенные документы еще в юные годы, когда изучал в качестве хобби историю армян не только Восточной Европы, но и мира, что вот если браки были с представителями других этнических религионных групп, то уже следующий брак уже детей совершался уже с представителями армянской общины для того, чтобы не утерять армянский город и армянское наследие. Это очень важно понимать. Нам пришлось поменять место, потому что там, где мы сидели достаточно шумно, мы вышли подышать свежим воздухом и попить чаек. Мы продолжим наш разговор по поводу трансильванских армян. Насколько я знаю, ведь в Румынии три пласта армян. Это трансильванские армяне, потом армяне Молдовы и болгары там какие-то, у которых тоже генетически это тоже армяне, да? Да. Да, вот чем они отличаются, вот эти три пласта армян, и общаются ли они друг с другом? Дело в том, что в Румынии мы можем говорить о четырех пластах армянского населения. Это официальная румынская община, которая состоит из приблизительно 3400 армян. При этом из этих 3400 армян 2800-2900 это потомки армянских переселенцев после геноцида с территории Западной Армении, Малой Армении, Киликии и Малой Азии, Османской империи. И около 500 это коренные армяне, которые живут уже сотни лет, которые представлены в Добрудже. Это та часть Румынии, которая примыкает к Черному морю и в Бухаресте. Вот эти 3400 человек и являются единственной официальной общиной. Все три группы армянского населения, о которых мы говорим и о которых я сейчас расскажу, не имеют своих общин и не вовлечены в национальную деятельность. Если говорить о транссильванских армянах, то есть викариат Армянской католической церкви, которые являются единственной организацией, которая объединяет транссильванских армян в Трансильвании и в Румынии. Они выпадают из общенационального армянского общения. И мы должны понимать, что если бы они развивали национальную жизнь и участвовали в деятельности армянских организаций, то это десятки тысяч армян, как я уже упомянул, которые живут в Трансильвании. Но этого не происходит, учитывая, что армянская община в Румынии очень влиятельная, маленькая, но очень замкнутая и не поддерживает отношения с армянами в Трансильвании. То есть никто не занимается неорганизационной. Из-за различий в религии? Очевидно, есть проблема в различии в вероисповедании между армянской апостольской и армянской католической церковью. И я думаю, что это является очень важным фактором. А также есть лингвистические проблемы, так как армяне официальные общины говорят на армянском языке и на румынском. А основным языком для армян Трансильвании является венгерский язык. Вот так вот. И после Второй мировой войны, когда практически в период коммунистической Румынии все армянские структуры были уничтожены, как образовательные, так и спортивные, так и национальные, они так и не были восстановлены, потому что в период Второй мировой войны, в период Чаушеску, в основном, вся интеллигенция армян Трансильвании либо покинула территорию Румынии, либо была уничтожена, потому что были либры России. А вот здесь вот я не совсем понял. Вот они, армяне Трансильвании, говорят на венгерском языке. Да. А как же Трансильванский, армянский? Трансильванский, армянский стал выходить из употребления. А, то есть он уже вымирающий даже стал? Конечно, конечно. Несколько десятков человек только владеет языком, и он начал выходить из употребления именно после того, как были закрыты все армянские национальные учебные заведения. Это при Чаушеску? Это и при Чаушеску, и в период до Второй мировой войны. И понятно, что территория Трансильвании была территорией боевых, столкновений во время Второй мировой войны. И армянская община существенно пострадала. А также проблемы между венграми и румынами повлияли на трансильванских армян, учитывая, что они придерживались провенгерской позиции более. Тогда как община Бухареста и Добруджи всегда была прорумынской. И она в основном, как я уже упомянул... То есть армяне Молдовы, они были прорумынскими, вот в Яссово. Нет, про армян Молдовы я еще не говорил. Дело в том, что я говорю об официальной общине, которая признается румынским правительством в качестве армянской общины, которая имела сенаторов, депутатов. Вот Варужан Варжапетян, Варужан Памбухчан, и много других знаменитых румын армянского происхождения. Это официальная маленькая община, которая достаточно закрыта в себе и которая фактически не признает какого-либо присутствия другого армянского населения на территории Румынии. Поэтому я еще раз повторю, что мы можем говорить о 60-80 тысяч жителей Трансильвании и граждан Румынии армянского происхождения, которые находятся в состоянии глубокой ассимиляции, в основном. Официально в армянском городе Армянополисе армянами себя признают до 30 человек. Туда я еще не добрался, я доберусь. Не более 30 человек, хотя количество армян, в том числе исходя из антропологии, в десятки и в сотни раз больше, как в Армянополисе, так и в окружающих селах. Если же мы будем говорить об армянах румынской Молдовы, мы должны понимать, что Молдова – это не только то государство, которое нам известно как Республика Молдова, а большая часть Молдовы и ее главные центры находятся именно в Румынии. Мои зрители уже знают об этом. Я недавно делал передачу из Молдовы и сказал, кстати говоря, об этом. Вот на территории исторической румынской Молдовы проживает около 40 тысяч румын армянского происхождения, которые являются верующими румынской православной церкви, которые давно перешли в православие, которые в основном находятся в еще более ассимилированном состоянии, так как не имеют никаких армянских центров, не имеют никакого общения с армянами и проживают исторически, постепенно все более и более интегрируясь. Эти процессы проходили еще в 17-18 веках в состав румынской народности. Но приблизительное число также оценивается, по мнению экспертов, приблизительно в 40 тысяч человек. Это очень большая общения. И также надо упомянуть историческую территорию Румынии Банат, это западный угол Румынии, примыкающий к Сербии, где проживает интересный субэтнос, называемый Банатскими болгарами. Банатские болгары являются прямыми потомками Павликиан. Кто такие Павликиане и где возникло это движение, зрителям известно. Это одно из первых в мире протестантских движений, можно сказать, что первое движение протестантов. И возникло оно как альтернативная версия вероучения Армянской апостольской церкви на территории Армении, было представлено на 90% исключительно армянским населением. Из Армении это население переместилось в Болгарию, где было известно в качестве богумилов. А уже богумилы, вот эти армяне из Болгарии, потом переселились на территорию западной Румынии. И число это достаточно большое и составляет, это субэтническая группа, около 150 тысяч человек. В их диалекте болгарского языка очень много армянских слов. Танцы также несут явное влияние армянской культуры. И в принципе, текущая версия научной о происхождении всех потомков Павликиана, это не только болгарские, а банатские болгары, это ипомаки, народ, превышающий своей численность в миллион человек. Это торбеши, живущие в Македонии, это гаранцы, живущие на юге Косово и другие этнические группы Балкан. В совокупности превышающие 2 миллиона человек на Балканах, которые имеют в основном полное, либо частичное армянское происхождение. Как и болгары-католики, которые составляют 4% населения Болгарии. Поэтому мы можем говорить о том, что на Балканах существует многомиллионный армянский этнический пласт, который находится вне общения с основной частью армянского народа и вне внимания по незнанию армянских организаций. И об этом я тоже хотел бы сказать, что есть такой термин, как гаут, что значит община. И проблемой армянского восприятия мира является то, что армяне воспринимают остальной армянский мир через призму своего гаута, своей общины. Именно поэтому армяне зачастую, даже живя в одной стране, не имеют представления о других группах армян, которые отличаются по своей культурологии от них, живущих в той же стране. Яркий пример – Греция, где мы имеем более 100 тысяч православных армян-халкидонитов из центральной Турции и Каппадокии, которые в качестве греков были хай, это хай-уромы, которые были выселены на территорию Греции во время обмена населения после 1923 года между Турцией и Грецией, которые никак не вовлечены в деятельность армянской общины, потому что местные армяне не признают их армянами, как и церковь. Почему? Они не являются верующими армянской апостольской церкви, и являются верующими греческой церкви, и, соответственно, не воспринимаются армянами, как армяне. Дело в том, что в течение последних 500 лет значительная, если не большая часть армянского народа была потеряна именно вследствие конфессиональных различий. Именно с этим связана ассимиляция сотен тысяч армян на территории Османской империи в греческую, это в центральной части, в западной части Малой Азии, и в грузинскую, на востоке Османской империи, либо в востоке Армянского Нагорья. Это территории, примыкающие к Грузии и Армении. Это Таук Ларжетти по-грузински, это Эмир Хеви, соответственно, Тайк и Кладжк в армянской историографии, в грузинскую среду. Поэтому вот так мы теряли сотни тысяч армянского населения. Ну, мы говорили о том, что несколько групп армян из-за религии, можно сказать, отошли от общего такого армянства, разбились осколками, называют себя по-разному, такими-то болгарами, такими-то греками, такими-то румынами, ну и так далее. Или такими-то армянами, да, как парацельванские и так далее. Крымские армяне, польские армяне, кстати, бывают. Но это все христиане. Мы же должны еще сказать и об армянах, которые стали мусульманами, и не только стали мусульманами, но и отдельными народами. Некоторые из них признают, что у них корни армянские, а некоторые об этом не говорят. Вот давай мы и об этих армянах скажем. И почему, кстати говоря, армяне чистокровные, да, которые живут в Армении или той же России, да, не все их признают, этих армян, только потому, что они видели мусульмане. Вот об этом тоже нужно сказать, потому что это очень важно. Религии религии, но нация все-таки одна. Говоря о армянах, исповедующих ислам, мы должны, конечно, обязательно учитывать тот факт, что это достаточно различные группы, многообразные, которые живут, если говорить о регионе Ближнего Востока, Армянского Нагорья, в основном на территории Турции, Сирии, частично в Иордании. Наиболее известный нам пласт возник после геноцида армян 1915 года, который правильно называть 1915-1923 годов. И в предыдущие периоды, так как массовое уничтожение армянского населения, начались с 1892 года. Да, прям долгомили. Конечно. И завершились формально в 1623 году, если мы не будем учитывать Дерсимскую резню, когда погибли десятки тысяч армян, центральной части Западной Армении, в Дерсиме в 1937 году, армян, которые нашли убежище среди народа Заза, Дымлик, достаточно крупного народа, одного из наиболее близких армянам народа в провинции Дерсим, Тунджили, где до сих пор, по мнению многих экспертов, около трех четвертей современного населения провинции составляют армяне, либо потомки армян, что делает эту провинцию крупнейшим регионом с армянским населением за пределами Республики Армения. Наиболее известная группа, которая на слуху, это, безусловно, Хомщи-Аци, по-турецки хемшилы. Правильно называть ее Хомщи-Аци, как они себя называют. Часть из них говорит на армянском языке, Хопа-Хомщи-Аци. Другая, большая часть, проживающая в западной части и в центральной Трапезунского иолета области, говорит на турецком языке с большим количеством армянских заимствований. Количество хемшил в Турции доходит до полумиллиона человек и лиц хемшилского, амшенского происхождения. На армянском языке в качестве основного говорит около 60 тысяч человек. При этом армяне Хомщи-Аци и Хемшилы составляют большинство населения такого города, как Хопа, который находится недалеко от современной Аджарии на побережье Черного моря. Есть такая проблема в изучении армянского населения Западной Армении, Малой Армении, Гелигии и Ближнего Востока, которая состоит в том, что такой известный и выдающийся ученый, как Ачарян, он, безусловно, не смог и не изучил все диалекты армянского языка по причине отсутствия в то время компьютеров и многих других способов анализа информации, которые были на то время. И во многом Хемшилы, Хомщи-Аци выпали как объект из армянской диалектологии и глобально. Но нас почему-то любят вот все, если Ачарян этого не говорил, то значит этого нет. Если Ачарян это сказал, у меня часто возникают споры, кстати, с моими оппонентами, даже по терминологиям, потому что я точно знаю, что, допустим, ряд каких-то терминов в арцахском диалекте, да, они не имеют тюркского происхождения, они либо иранского происхождения, либо арабского происхождения. Но вот Ачарян почему-то сказал, что они тюркского происхождения. Вот очень странно. Естественно, больше доверяют Ачаряну, чем мне. Но здесь у нас два таких выдающихся деятеля, которые сформировали современную армянскую культуру, мнение которых является, по-английски, масса обязательного. Это Комитас и Ачарян. Но дело в том, что так сложилось, что по причине невозможности охватить все богатство армянской музыки, диалектологии, и ни Комитас, ни Ачарян не смогли изучить все армянские регионы. По причине и ограниченности армянской жизни, и ограниченности мобильности, потому что в то время не было средств, которые позволяли бы посетить все регионы. И вот мы сейчас сталкиваемся с этой проблемой ограниченности. То, что все те составляющие армянской музыкальной культуры, лингвистической культуры, которые не были охвачены Комитасами Ачаряном, уже априори не считаются армянскими. Мы попали в капкан, который создали сами себе, в такой научной, с этими проблемами. Поэтому на данный момент мы можем говорить о приблизительно полумиллионах хомщи от Сихимшилов, двух групп, которые проживают на территории современной Турции. При этом мы можем говорить о достаточно большой, свыше 200 тысяч диаспор, или тоже армян, мусульман, химшилов в Европе, в основном в Германии. И в Средней Азии, они есть в России. Безусловно. И мы можем говорить о химшилах в Средней Азии, которые были выселены Микояном, Сталином и Берии с территории Южной Аджарии. И сейчас широко представлены на территории Казахстана, Киргизии, Краснодарского края, Воронежской области, Ростовской области, Российской Федерации. В следствии того, что в начальный период создания Советского Союза, в 20-30-е годы, многие представители интеллигенции данной группы Советского Союза обращались в том числе лично к Анастасу Микояну. Химшилы обращались. Химшилы, да, с просьбой переселить их в Армению, так как они являются армянами. На что получали множество резолюций о том, что армяне не могут быть мусульманами, они мусульманами не являются, а лица, писавшие данные письма, банальным способом отправлялись в Сибирь, либо расстреливались. Вот такую реакцию. Это если мы будем говорить про армянскости Микояна. Причем подобные факты касаются не только Химшил, но и касаются многих... А потом мы говорим, почему Химшилы не признают себя армянами. Вот вопрос, да? А кто после такого признал-то? Тем более, что к Микояну обращались и многие группы исламизированного населения Нахчевана и других регионов Азербайджана, и в том числе были обращения картвилизированных армян из Кахетии, и в принципе в ответ следовали только репрессии. Именно поэтому мы потеряли огромные пласты армянского населения в восточной части Армянского Нагоря, либо Южного Кавказа по Западной и Закавказье по российской терминологии. В Турции мы имеем дело с большим количеством, кроме Химшилов, различных групп исламизированного армянского населения, криптоармян... Алавиты там есть? Есть армяне-алавиты в среде народа Заза, есть тюркизированные, исламизированные армяне в Киликии, в Адьямане, в Сасуне, в Моксе. И в принципе мы можем говорить о многих миллионах армян, которые утратили свою идентичность, которые утратили язык, которые утратили традиционное вероисповедание в качестве верующих армянской русской церкви. И мы можем говорить, что армянские организации, которые после геноцида должны были заниматься именно устранением последствий геноцида, спасать этих армян, возвращать их к армянству, в том числе, когда они выезжали за пределы Турции, либо в Сирии, где не было подобных ограничений. Наши организации этим не занимались, и занимались исключительно признанием геноцида. То есть мы не занимались именно самым важным, чем должны были заняться устранением последствий геноцида, спасением того армянского населения. Есть два народа, которые, как черт ладана, боятся генетику, ДНК, исследований и так далее. Это турки и азербайджанцы. Потому что стоит и тем, и другим отдать свое ДНК на исследование, там будут кто угодно, по большей части даже могут быть армяне, но только не турки и не азербайджанцы. Поэтому они боятся. Вот по поводу Турции, давай скажем. Где большинство представлены армянские гены в Турции? В турках, я имею в виду, современных. Вопросы национальной идентичности, и, безусловно, в них ходят возможности свободной издачи ДНК-анализов, являются глобальной проблемой. Дело в том, что на восток от Ангары и до границ современной Армении армянские геномы и антропология являются преобладающими. А это большая часть территории современной Турции. И это касается как турецкого, так и курдского населения, живущего на этих территориях. Дело в том, что значительная часть современных курдов Турции также имеют практически полное армянское происхождение, так как они ассимилировались целыми регионами, курдизировались и принимали ислам в период еще средних веков. После же геноцида, когда сотни тысяч армянских женщин и детей влились в состав турецкого и курдского этноса, эти процессы еще более усилились. Фактически, если мы будем говорить об условном тюркском геноме, который попал на территорию Ближнего Востока, Салта и Средней Азии, то данный геном не превышает 2-3% в составе турецкого генома. Безусловно, есть группы тюрок, где данный геном выше. Это юруки, абдалы, которые до сих пор отдельно живут на территории Анатолии. Они, кстати, на узбеков похожи больше. Да, но их немного, их число не превышает 1 миллион человек. Они, по-моему, живут на территории исторической армянской Киликии. Они живут и в Киликии, они живут и на территории центральной части Малой Азии. Малой Азии. В Каппадокии, наверное, да? И в Каппадокии, и в Западнии. И они до сих пор ведут достаточно особый новый образ жизни. Но у них тюркский геном не превышает 30-40%. В остальных же турок он минимальный. Это 2-3%. То есть, получается, турки западной Турции, в них греческая ДНК. И армянская кровь. И армянская. Преобладает, значит, греческая. А вот в восточной Турции уже преобладание идет армянского, а потом только греческая и все остальное. Да, дело в том, что если мы будем говорить о линии условной от Анкары и до границ с Грецией, то там армянский геном не превышает 30%. Но что тоже является очень высоким показателем. Это связано с тем, что большой процент населения Византии составляли армяне-халкидониты, православные армяне, которые потом влились в состав турецкого этноса данных регионов. В регионе же в восточной части, в Малой Армении, потому что Анкара является пограничным городом Малой Армении, в Западной Армении, Киликии, армянский геном является преобладающим и превосходит 80% на данных территориях. 80% это фактически эти люди являются армянами. Приблизительно вот такой аспект. Я хотел бы упомянуть. Есть ведь еще и азербайджанцы, так называемые айрумы. Конечно. Дело в том, что несмотря на то, что азербайджанская и тюркская историография считает айрумов тюркскими племенами в соответствии со всеми известными и научными историческими данными антропологии и генетики, которые данные генетики минимальны, термин айрум переводится как Гай-Гором, армянин, католик, армянин, римлянин. И фактически население северо-западного азербайджана состоит из потомков армянского католического населения. Это вот Газах, да? Газах, Акстафа состоит из потомков армянского католического населения, которое было исламизировано как насильственным, так и естественным образом. Есть определенные антропологические особенности, которые существенно отличают их от основной части армянского населения. То есть это скелет, известные нам особенности скелета, антропологии черепа, и в принципе все они являются армяноидами антропологически, в отличие от азербайджанцев Ширвана либо других регионов. Подобные группы азербайджанцев армянского происхождения в значительной части также существуют в Нахичеване и вокруг территории Нагорного Карабаха, и, как это ни удивительно, на Абшироне, где азербайджанское и бывшее татское население в поселках Абширон являются потомками армянов-татов, переселенцев, армян-воинов-переселенцев, которые Персидская империя переселяла в данные регионы в качестве военной силы, которые частично переходили на персидский язык, и до сих пор персидский язык является одним из языков тата-армян, субэтносы армянского народа, и впоследствии они были тюркизированы уже в период правления Гейдара Алиева на территории современного Азербайджана. Я вспомнил сейчас такую историю, в Ютьюбе гуляет видео, где сидит молодой парень, 25, молодой азербайджанский парень, достаточно интеллигентный, внешне, кстати, похож больше даже на армянина, чем на азербайджанца. И он сдал анализы на ДНК, и, значит, ему дали результат. Он сидит, листает свой результат и говорит, у меня там столько-то процентов тех-то, столько-то процентов тех-то, Ближний Восток, армяне, о, а где же азербайджанцы? Подождите, а где азербайджанцы? Я что, не азербайджанец, что ли? На что человек, который исследования проводил, пожалуй, плечами говорит, извиняйте, как есть, что получилось, что получилось из вас. Он говорит, у нас как-то в семье бытует такое поверье, что наши предки азербайджанцы пришли из Ирана на территорию современного Азербайджана, но мы знаем о своих корнях, никогда не слышали, чтобы у нас кто-то были армяне в роду, только вроде бы как азербайджанцы, а тут вот получается, что ни одного азербайджанца. Вот азербайджанцы очень не любят вот эти вот исследования, но когда они сдают, обязательно там в процентных соотношениях у всех по-разному армянские проценты имеются. И 0% самое интересное азербайджанского, может потому, что этой нации не более 100 лет, ну или сколько там, ну 100 лет, откуда быть этим геном, этим кормят. Я не знаю. Дело в том, что я тоже вспомню историю, около 4 лет назад я был на дне рождения моего друга, армянина из Киева, и туда была приглашена группа его друзей, азербайджанцев. Дело в том, что во многих регионах мира, несмотря на острый конфликт между Арменией и Азербайджаном, касательно Нагорного Карабаха, Арцаха, армяне и азербайджанцы достаточно позитивно, если это не азербайджанцы из Азербайджана, которые уже обработаны пропагандой, а азербайджанцы, которые живут вне пропагандистского мейнстрима, азербайджанского. Хороший термин выбран. Я хотел бы сказать, что достаточно хорошо и позитивно общаются, и дружат, и общаются, и поддерживают нормальные отношения. Так вот, там оказалась группа борцов, молодых ребят из Азербайджана. Мы с ними разговорились, поговорили о вопросах истории, и один из молодых парней азербайджанцев сказал, что ему все говорят, что он и его друзья, они были из одного региона, очень похожи на армян. Действительно, мы тоже смотрим, что внешне мы похожи на армян. Так как по типажу, который считается как бы армянским типажом. Я говорю, хотите, я скажу, из какого региона вы происходите. Он говорит, ну попробуйте. Я говорю, вы, очевидно, из региона Казаха-Акстафы. Они очень удивились и сказали, как вы могли узнать. Я говорю, у вас типичные классические армянские лица. Я говорю, вы больше похожите на армян, чем некоторые армяне. У вас просто классическая армянская антропология. Он говорит, вы знаете, самое удивительное, что наше кладбище они являются продолжением уже разрушенных и уничтоженных армянских кладбищ. Мы видим древние крепости, мы видим различные остатки архитектурных сооружений. И мы зачастую на кладбищах находили камни, которые логично являются предшественниками наших кладбищ. А так как мы знаем, что мы никуда не приходили на эти земли, а всегда там жили, то у нас также возникали вопросы, что, возможно, мы имеем какую-то связь с армянами. Я говорю, ну, в большей части, в подавляющем большинстве, население северо-западного Азербайджана являются потомками исламизированных армян, которые вследствие естественных и неестественных причин приняли ислам и перешли на тюркский язык. Мы должны признать и понимать, что многие армяне принимали ислам добровольно в среднем веке, как новую религию. Не все армяне были насильственно исламизированы. То есть я правильно понимаю, что армяне, принявшие ислам с унитского толка, стали там турками, химшилами, кем угодно. Армяне, принявшие ислам с шиитского толка, стали азербайджанцами? Данные процессы в основном шли в западном Иране. Дело в том, что по своей антропологии, в том числе, если примитивно говорить, по внешнему виду, армяне, азербайджанцы Ирана являются потомками в своем большинстве армянского населения Перс-Армении. Мы знаем, что исторически... Воспуракан, наверное. Ну и Воспуракан частично, и территории вокруг Урмии, которые являлись армянским историческим регионом Персидской Армении, где армянское население не было уничтожено, как в Турции, а еще в средние века было включено в состав процессов, связанных с созданием персидских государств. Дело в том, что последнее армянское княжество было уничтожено, Макинское княжество, в 1426 году, когда был взят штурмом замок Макинского, князя Маку, армянского, и где армянские воины, которые считали себя армянами, погибли при этом штурме. Это 1426 год, и это армянское княжество было католическим, по вероисповеданию. Это было самое восточное католическое государство, существовавшее на земле. Макинское княжество, и в 1426 году оно было как бы уничтожено. Но оставалось армянское сельское население, оставались другие группы армянского населения, которое постепенно было тюркизировано и приняло шиитскую версию ислама. Именно поэтому антропологически армяне ираны, азербайджанцы Ирана, они еще более близки к армянам, чем азербайджанцы современной азербайджанской республики, или азербайджанцы Араны. А на Хичеване? В на Хичеване, по оценкам этнологов, многих, с которыми я разговаривал, до 40% населения на Хичеване, их выходцев, являются потомками армян-мусульман. Исторических армянских деревень, населенных пунктов, которые также перешли в ислам и были исламизированы и тюркизированы. Такие процессы происходили и за пределами азербайджана на Северном Кавказе, где большая часть северокавказских народов имеет легенды о происхождении от армянских князей либо групп армянского населения. Это знаменитая легенда о даргинцах, о кушинцах, которые имеют... Это не армянские легенды, это легенды, которые были записаны историками, журналистами, даргинцами в селении Акуша. Это многие легенды у осетин-дегурцев, осетин мусульманского вероисповедания. Это многие легенды ингушские, касательно армянских князей и воинов, которые основали многие ингушские тейпы. Поэтому таких историй очень много. И это говорит о том, что большие группы армянского населения являлись именно теми группами, которые приняли участие в формировании очень многих северокавказских народов, не только азербайджанцев. Роль формирования азербайджанцев значительную приняли участие, безусловно, северокавказские народы. Не персы. И персы тоже. Северокавказские народы. Дело в том, что лисгины, сахуры, рутульцы, шахдакцы, которые и сейчас живут в Азербайджане, и представители других коренных народов, потомков населения Кавказской Албании, удины, которые были исламизированы, приняли существенную роль в формировании азербайджанцев севера, современной азербайджанской республики. Также важным народом, кроме персов, кроме татов, которые приняли участие в формировании азербайджанцев, являются талыши, роль которых также очень важна. И третьим важнейшим компонентом, который принял участие в формировании азербайджанцев, являются армяне, которые активно участвовали в качестве элементов формирования азербайджанцев на Хычеване, на территории исторической Армении, то реки Кура во всем регионе, особенно в северо-западном азербайджане, в Арцахе и вокруг Арцаха. Вам известно, что в Туркменистане, не дадут мне соврать и армяне, и азербайджанцы, и сами туркмены, проживающие в Туркменистане, или когда-либо там жившие, что туркмены называют азербайджанцев армянами. И армяны, и азербайджанцев они называют армянами. А я не слышал о таком факте. Это действительно факт. И об этом знают все, кто жил когда-либо в Туркменистане или живет. Фактически, те племена, которые идеологически дали начало азербайджанцам, но генетики, которой в азербайджанцев очень мало, в действительности, это туркмены. Поэтому есть армянские комментаторы, которые в ответ на то, что азербайджанцы говорят, что Карабах это азербайджанское слово, потому что есть и армянские версии, и версидские, они говорят о том, что нас не интересует, как туркменские беженцы называют армянские исторические земли. Пусть азербайджанцы в каком-то смысле изначально Ну, я тоже так говорю. Вот когда они говорят еще про ханство, я говорю, вы знаете что? Ханство в Монголии, а в нашем регионе у нас не ханы. У нас были и мелики, у нас были много там кто, но не ханы. Ханы были, но они все пришли. Они не зародились в Закавказье. Дело в том, что это известно. Дело в том, что азербайджанцам стоит почитать своего историка, потомка бакинских ханов, Бакиханова, который детально Они его не любят читать. Который детально рассказывает историю азербайджанцев. Да, да, да. Ну, они скрывают много страниц от своих граждан Бакиханова. Тигран, спасибо большое. Это только первая часть. Я хочу сказать зрителям, да, это первая часть. Так что мы еще увидимся, мы еще продолжим тему нашего сегодняшнего разговора. Ну, правда, я не знаю, через сколько мы еще в эфире встретимся, но обязательно встретимся, и это будет самое ближайшее время. Время, но с вами я прощаюсь ненадолго. Смотрите антитопор. Кто не подписан, подписывайтесь, смотрите меня. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Тигран. До свидания.